Настала пора Дума, мазафака! Праздники на носу, и я жду не дождусь выхода сиквела перезапуска Дума, Дум Этернал. Это вышка, но не такая вышка, как внезапные релизы портов Ultimate Doom, и даже Дум 3 на Switch. Мои штанишки уже готовы были порваться от восторга. И потом кибердемон вас побили, и они сказали, что перевыпустят Дум 64! Это ж самая лучшая часть! Ура, товарищи! Хотя, согласно доброй традиции серии Дум, все эти порты не идеальны. Да, кажется, в 21 веке как можно пропукать порт Дума, но это ж беседка, она сможет. А ведь казалось, уже позади все эти страшные аппаратные ограничения, что не давали портировать игру нормально. Я уже рассказал про великое множество консольных портов Дума на этот момент. Упрощенная графика, обрезанные уровни, исковерканная музыка. Но сегодня мы переходим в эру, когда все это позади. По идее. Может, современные порты не такие странные, амбициозные или ненужные. Но, тем не менее, пропукать что-то они смогли. Идеальный порт Дума с ПК все еще не доступен на консолях. Добро пожаловать в ударный вес, всего мы будем рвать и метать порты Дума 3. Но не порты третьего Дума, хотя не без этого. Про сам Дум 3 речи не будет. В этот раз... В общем, мы по ходу дела как-нибудь разберетесь. Спонсором этого перевода является сайт takeoverview.ru Первым делом у нас Дум 3, лимитированное издание для Иксбокс. Я купил этот диск еще в самом начале, в апреле 2005. Купил я его не столько потому, что хотел поиграть в Дум 3, а потому что хотел поиграть в Ультимой Дум и Дум 2. И да, нужно было раскошелиться на лимитку, в обычном издании нихрена вам не дадут. Впрочем, мне и так нормально. Но тогда я еще не понимал, насколько это значимый релиз. Это был первый раз, когда игры вышли в полном своем объеме на консолях. Абсолютно каждый, без исключения порт до этого момента, недосчитался уровней. Помимо прочих упрощений, мультиплеер тоже был редкостью. Добрую дюжину лет никто так не удосужился нормально портировать Дум, и наконец-то это изменилось. Сам по себе этот порт, выполненный в Акериус Вижн, заслуживает внимания, но, наверное, не сегодня. Тем более, что до сей момент это единственная версия Дум 3, в которую я играл. Так что мне еще нужно наверстать. Очень впечатляет удачный набор уровней. Их не просто не вырезали, добавили из Тайфлэш Консьюнт и более большие уровни из Дум 2, и даже два совершенно новых эксклюзивных уровня. И они не маленькие, в шлюзах очень можно хорошо заплутать. Честно говоря, этот уровень, наверное, даже уже скорее затянут. Я не то чтобы против подобного, но эти шлюзы настоящий лабиринт. Другой новый уровень, Трей, это скорее набор маленьких комнат, которые соединены между собой разными путями. В ней, кстати, есть отсылки к Вольфенштейну, что очень весело. Оказывается, тут даже есть похожие потайные проемы в стенах. Я этого до сего момента даже и не знал. А я то думал, я эту игру уже знаю как облупленную. Но хватит об уровнях, как оно играется-то. Знаете, игра довольно темная. Дум в принципе темный, этот особенно темный. Что за фигня? В общем, она играется во многом даже лучше ПК-версии. Управление хорошее, но управление немного странное. Кнопка А не открывает дверь, она повторяет информацию. А то вдруг вы забыли, что подобрали шотган. Такая большая кнопка для такой маленькой функции. Зато карта это стрелка вверх, ага. Почему я не могу кнопки переназначить? Если зажав бег, нажать активацию три раза, обнаружится режим бога. Да, вечно его случайно включал. И звук какой-то приглушенный. Но это все сущие мелочи, я к нему уже как-то притерся, пока играл в эту игру годами. А ведь тут еще есть кооп, мультиплеер, локальный правда, но тем не менее. И все это конечно только в коллекционке, в стилкейсе. Но была альтернатива. Через полгода вышла аддона Resurrection of Evil, и там есть и Ultimate Doom, и Doom 2, и два новых уровня. Все во всех версиях. Сверху мастер уровней для Doom 2, а значит это более лучшая покупка. Если подумать, наверное мне следовало этой версии дождаться, но я не мог себе это позволить. Я хотел Doom. Он не нужен. И до сих пор нужен. Мастер уровней это достойное дополнение. Вот это я понимаю хардкорные уровни. Я хотел было сказать, что это их первое появление на консолях, но нет. Ведь еще был Final Doom для PlayStation 1. Игра основанная на лжи. Тут половина мастер уровней из Doom 2. Как вы назвали игру Final Doom, но при этом только 6 уровней и плутоний эксперимент. Плюс она играется немного хуже, чем кастом PlayStation Edition. Это очень странный сырбор. Ну хотя бы консольщики наконец смогли более-менее нормально поиграть в мастер-левелс. Resurrection of Evil Bar разработана NERF Software, компания основанная выходцами из EAT. Далее Doom на консоли портировали тоже они. Все современные версии очень похожи на версию для Xbox и скорее всего используют тот же код. Два новых уровня и мастер уровней дополняют игру отлично. Но далее стали добавлять другой бонусный эпизод. No Rest for the Living. Все эти карты были придуманы NERF. Впервые они появились в версии для Xbox Live. И повторились в Doom 3 BFG Edition. И Ultimate Doom там тоже был, да. В общем, наступила новая эпоха консольных портов Doom. Это две немного разные версии, которые раскатало на 5 игр. Xbox Live, это то же самое, что BFG Edition. Можно сказать, немного доработанная версия с Xbox. Лучший фреймрейт, глажи, спрайты, кооператив и отзывчивое управление. Но кастомизировать опять нельзя, и хрен с ним. Хотя, No Rest for the Living мне все равно нравится больше, чем мастер уровня. Уровни опять огромнейшие, но сделаны неплохо. Между прочим, для такого количества врагов движок модифицировали, потому что старая версия не выхиливала. Это Doom без тормозов. Также эти версии отличают то, что там до сих пор функционирует онлайн мультиплеер. Такого раньше еще не было. Значит ли это, что это лучшие порты Doom и Doom 2 на консолях? Плюс, надо отметить, что BFG Edition это единственное возвращение Doom на PlayStation со времен PS1. Но как бы я не был рад, необходимо отметить, что все-таки порты от Nerf обладают рядом мелких недостатков. Рядом. Или даже шеренгой. Их до хрена. Проблемы с этими портыками начались очень давно, еще на стадии трейлеров. Они Doom, Doom 2 перепутали. После уровня 1 в Doom 1 показываете уровень 2 в Doom 2. А после нового логотипа Doom 2 показываете старый логотип Doom 1. Вы там че, считать не умеете? Ладно, этот трейлер показывали на QuakeCon, потом уже сделали нормальную версию. Охренеть, и на Switch есть, и сразу все три игры. Надо купить. И уже через несколько минут соцсети взорвались с жалобами, что игра требует вечного онлайна. Нужно было создать аккаунт беседки, обязательно. Притом абсолютно на всех системах. Это этакий онлайн ERM. Нафиг оно надо такой старой игре. Но беседка заявила, что DRM тут вовсе ни при чем. Что подозрительно, потому что не было такой фигни в порте Doom 3 на Switch, которую делала Паник Баттон. Беседка просто всех так хотела пригласить в свой фан-клуб Slayers. Да ну нафиг. Я все свое сраное детство играл в Doom на 32х. Мне ваши клубы нафиг не сдались. Я уже давно сам себе клуб. Не важно, о чем они думали, но смысл в том, чтобы это дело пофиксить, у них ушло 3 недели. Но на старте все равно вылазит это глупое окошко. Если у вас нет интернета, оно будет вылезать раза 3. Да проще на ГБА поиграть. Хорошо, а что насчет у нас непосредственно самого геймплея? Я обладаю версией для Switch'а, потому что обожаю играть в Doom в дороге. Так что не уверен насчет прочих версий. Ну так или иначе, даже тут у нас очень достойный порт Doom'а. Все вроде бы на месте, но есть нюансы. Говорят, в док-режиме проседает фреймрейт, но я чуть ни разу не заметил. Да и с джойконами как-то неудобно играется на Pro-контроллере куда лучше. А ведь я покупал, чтобы в дороге играть. А еще игра может крашнуться, если выходит из спящего режима. И я не шучу, у меня пруфы есть. Бужу я игру, а оно не будется. Она зависла, ни на что не реагирует. Я микрофон не успел включить, а игра уже все. Почему вы испортили мой портативный Doom? Я хочу портативный Doom. Хорош, чел. Есть выбор уровней среди мастер уровней, но не между Doom 1 и 2. Это не то, чтобы очень важно, но я бы хотел иметь возможность начать сразу с Вавилонской башни трахать кибердемонов. Люди еще очень много жалились, что-то там про музыку, и наверное так оно и есть. Музыка тут кажется будто бы на чуточку медленнее, чем надо. Моя самая любимая версия, я думаю, это все равно версия для PS1. Там этой музыки не было, так что я ничего и не заметил. А ведь заметить не помешало бы, ведь версии, которые делала Нерф, они все какие-то странные в плане музыки. Вот для Switch. Вот XBLA. Оригинальный XBOX. Да, я сравнил каждую, и в каждой музыка какая-то медленноватая. Но это не так страшно, как неправильный свет. Мои любимые страшилкины моменты испорчены. В версиях BFG то же самое. Они пообещали им это дело как-нибудь пропатчить, но блин, что за какодемоны. Через пару месяцев, таки да, патч вышел, и он фиксит вещи, которые не должны были быть сломаны изначально. Да, это все сущие мелочи, но блин, почему нельзя нормально паркировать такое старье? Раньше порты делали в довесок, лепили из того, что было, но это ведь должно было быть празднованием годовщины серии и 25 лет. Самое лучшее время, чтобы все сделать как надо. Конечно, есть другие вещи, которые можно было бы подчинить, например, соотношение сторон, но меня это мало волнует. О, какие толстенькие демоны. Ммм, люблю демонов потолще. Опять нет онлайн-мультиплеера, только сплит-скрин, и это довольно отстойно. Ну ладно, хотя бы есть все уровни из Дума и Дума 2, мастер-уровни. Это Дум всего и вся. Ну, кроме эксклюзивных консольных уровней. Нет дополнений с Final Doom. Ну ладно, допустим, это меня не очень удивляет. Удивляет, почему нет NoRest for the Living. Они же сами этот аддон и делали. Да, я уже закопал эти порты походу. Ну, в голове не укладывается, как беседка все делает настолько криво. Боюсь представить, что будет с портом Doom 64. Но есть на свете вещи пострашнее. Например, порты на iPhone. Да, представьте себе, мы отправляемся на мобильные просторы. Вы думали, я шучу, когда говорил, что люблю портативный Дум? Что он мне прям нужен в кармане? И на самом деле, Дум на iOS это не что-то новое. Вышел такой порт еще в 2009-м от самого Джона Кармака. Прямо перед тем, как их выкупила с потрохами беседка. Я ту версию пропустил, потом Apple обновила прошивку настолько, что старые игры не запускаются. Думаю, RPG тоже помер. Ушедшие мобильные порты, че поделать. Но нечего грустить, потому что Дум вернулся! Он основан на коде других портов, и в первый раз тут появились мастер уровней на iOS. И да, поскольку это iOS, придется играть через тачскрин. Да. Тач-управление это причина того, почему я не люблю играть на мобилках. Оно просто не подходит. Тач-управление в этих юбилейных портах не просто неудобное, оно неиграбельное. Стрейф на левой части экрана, а повороты и стрельба на правой. Оно пытается эмулировать джойстик. Ходить и так очень трудно, потому что есть задержка. Но блин, повороты и стрельба на одной стороне экрана просто неработоспособны. По идее, двойное нажатие активирует автострелеву, чтобы можно было поворачиваться и стрелять, но у меня никогда не выходило. И разумеется, опять никакой кастомизации. В оригинальном порте от Кармака было по-другому, еще там был мультиплеер по Wi-Fi и Bluetooth. Возникает вопрос, вы нахрена их вырезали? Конечно, проблема, как адаптировать Дум к тач-управлению, скорее всего, нерешаема. Но то, как беседка перелопатила управление, это не решение проблемы, а наоборот усугубление ее. В сети пишут, чтобы порта, по идее, поддерживали управление с помощью джойстика вроде Nimbus. Не знаю, так ли это, но я знаю, что управлять с тач-скрином это сущий кошмар. И да, все еще требуют залогиниться. Да, еще один порезанный порт Дума. Цикл жизни не прекращается. Это сносная игра для смартфона? Наверное, я не смогу на это ответить. Я играл в порты и на Сатурн, и на 3DO, множество часов. Я насмотрелся на плохой Дум. Но до версии DOS я никогда в ярости не бросал игру. Что я могу вам посоветовать? Доставайте свои смартфончики и играйте в худшую версию Дум, когда-либо выходившую. Можно я перестану? Я перестану. Ну и хватит Дума. Пока. 19-й год, знаковый для серии. Но мы еще вернемся, когда к нам вернется Дум 6А4. Интересно, он будет так же шокирующий, хорошо работать, как Дум 4. Чтобы узнать об этом, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также можете проследовать по ссылке в описании, чтобы написать свое мнение и поставить оценку игре Дум, классической или не очень. Всем спасибо за просмотр, ждите новых переводов.